Давайте рассмотрим вычеты не по модулю P, а по модулю какой-то степени. И возьмем... Пусть для начала P будет простое число, которое больше L. Давайте я объясню, что это такое. Это все обратимые элементы. Ну, скажем, если P в квадрате это будет 9, и нас интересуют такие элементы. Единица, двойка, тройку не берем, потому что на 3 делится, 4, 5, 6 не берем, 7 и 8. Вот 6 элементов. Замечательно. 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Произведение чисел взаимопростых с числом 3. Ну, это, разумеется, число взаимопростое с числом 3. Поэтому, когда я буду заполнять вот эту таблицу, то, разумеется, я не выиграю за пределы моего множества. Давайте я ее быстро запомню. По модулю 9 все считаем. 14, по модулю 9, это 5, 16, по модулю 9, это 7, 16, это 7, 20, по модулю 9, это 2, 28, по модулю 9, это 1, 32, по модулю 9, это 5. Так, что бы осталось? 5 и 2 это 1, один, двадцать это два, двадцать пять это семь, тридцать пять это восемь, сорок это четыре. 14 это пятерка, двадцать восемь это один, тридцать пять это восемь, сорок девять это четыре, пятьдесят шесть это два. Заметьте, пожалуйста, в каждой строке у нас фактически перестановка вот этих вот шести чисел, так что все не так уж и сложно. И таблица, разумеется, симметрическая, поэтому я, скажем, здесь могу смело писать четыре, потому что здесь четыре. Вот здесь я пишу, естественно, два, и здесь я пишу один. Отлично. Вот она, таблица умножения для случая, когда p равно трем, а n равно двум. Интересно, можно ли ее записать в каком-то более простом виде? Это группа, именно как группа, это что? Давайте перепишем. Давайте я возьму какое-нибудь число, ну дальше. Давайте я возьму двумку. И посмотрю, как будут обстоят дела со степеньями. Один, два, четыре, восемь, что получается? Пока что это число все разное. Шестнадцать – это то же самое, что семь. Так? Семь умножить на два – это четырнадцать. Это пять. И вот пять умножить на два – это единица. Слушайте, как? Все, у меня получилось. У меня получилось. Ну, разумеется, я сейчас буду доказывать, что и в общем случае у меня получится. Но давайте вот этот частный пример, поскольку она сейчас совсем небольшая, просто я пишу. Это точно так же, как когда мы выписывали для простого числа, таблица умножения, совершенно просто записывалась, да? Точно так же здесь. 1х1 – 1. 2х1 и 1х2 – это 2. Здесь везде стоит число четыре. Здесь везде стоит число восемь. Здесь стоит число семь. И здесь стоит один. И здесь вот у нас стоит два теперь. Вот она, очень простая таблица. В чем идея? Если вы 2 в степени альфа умножаете на 2 в степени бета, то это 2 в степени альфа плюс бета. Поэтому таблица умножения имеет такой вот очевидный вид. И оказывается это общий теорем. Таблица. Если п – нечетное, простое число, то для любого натурального числа n, вот эта вот группа астлическая, у нее есть тот самый один образующий элемент. То есть, зная теорему о существовании первообразной околи по простому модулю, получить вот эту теорему, как ни странно, ничего не стоит. Давайте это я прямо сейчас сделаю. Итак, что мы уже знаем? Что если взять в качестве n единицу, то первообразный корень есть. То есть, есть такое число, что единица а в квадрате и так далее, а в степени p минус 2, это в точности и есть разные остатки. Давайте поймем, сколько у нас всего элементов в этом множестве. Понятно, сколько. Фи от p в степени n. То есть, нас интересуют все числа, не делящиеся на p. Их фи от p в степени n. То есть, p в степени n минус 1 умножить на p минус 1. Хорошо. И вот теперь смотрите, что значит, что вот это множество является циклическим. Это значит, мы ищем такой элемент, что когда мы его возведем в степень, вот такую, p в степени n минус 1 умножить на p минус 1. Но это будет единица. Только сейчас уже сравнение по модулю p в степени n. А до этого ни разу единица не должна встретиться. То есть, мы начали с единицы, пошли, 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 пошли и получили единицу только вот на таком шаге. А до этого не должно было ничего такого быть. Замечательно. Замечательно. А откуда нам такое интересное число взять? Я на самом деле знаю откуда. есть такое число 1 плюс p. Давайте я сейчас задам себе вопрос, какой порядок имеет число 1 плюс p по модулю p в степени n. И замечательным образом окажется, что этот самый порядок, это и есть вот это вот число p в степени n минус 1. Это будет одна штука. Другая штука. Это будет элемент порядка p минус 1. Вообще-то он у нас почти есть. Вот такой вот элемент у нас на самом деле порядка p минус 1, но по модулю p. Так давайте сделаем так. Давайте мы его на всякий случай возведем вот в эту степень, в степень p в степени n минус 1. И окажется, я сейчас докажу себе это, что это будет элемент порядка p минус 1. И, зная элемент вот такого порядка, и зная элемент такого порядка, в качестве их произведения, это тоже легко доказать, мы получим искомый b. Итак, я рассказал план доказательства, теперь пошли в этапы. Элемент 1 плюс p равен p в степени n минус 1. Это мы будем просто возводить степень и проверять. Элемент 2 порядок элемента а в степени p в степени n минус 1 равен p минус 1. Ну и элемент 3. Порядок элемента. Не знаю, зачем я три раза пишу порядок элемента, но можно для расстояния. 1 плюс p умножаем на а в степени p в степени n минус 1. Порядок элемент равен p в степени n. То есть, равен произведению p в минус 1 и p в степени n минус 1. Как только я докажу эти три элементы, это замечательное описание, простейшее из возможных. То есть, получается, что первообразный корень есть не только для простых, но и для степеней простых. Хорошо. Хорошо. Давайте это все доказывать. Начнем с первой элементы. Что мы здесь сразу видим? Если единицу плюс p возводим в эту степень, то по биному нитона единица плюс p в степени p это единица в степени p плюс число сочетаний с p по единицам p. p умножить на p плюс p умножить на p минус 1 пополам умножить на p в квадрате плюс и так далее, и так далее, и так далее. И все большее и большее степень p. Значит, если я возведу единицу плюс p в эту степень, то я получаю единицу плюс p квадрат по модуру p. p в четвертый. Замечательно. 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 А если я возведу еще раз в эту степень, то мы уже все видим. Я тогда получаю единицу плюс p квадрат по модулю p в четвертый. Так, как это получается? И смотрите, что значит, что... Вот у меня здесь было, по-моему, p в кубе. Значит, было какое-то целое число умножить на p в кубе, да? Как возводить... Давайте посмотрим, что такое единица плюс p в степени p квадрат. Это будет единица плюс p квадрат плюс альфа p в кубе, возведенная в степень p. Но опять, смотрим по веному Ньютона. Но на этот раз будем смотреть уже по модулю p в четвертый. Итак, это будет единица плюс... Число сочетания с p венец это p. p умножить на это, это будет p в кубе плюс альфа p в четвертый. Плюс... Дальше идет... Смотрите, у нас опять делящийся на p коэффициент, а вот это возводится уже в квадрат. Это уже будет степенька большая. Поэтому не важно что. И это расписывается как некоторое целое число бета умножить на p в четвертый. Мы можем просто по индукции доказать такое равенство, что если возводишь единицу плюс p в какую-то там степень числа p, то результат можно записать в виде единица плюс p в степени k плюс 1 по модулю p в степени k плюс 2. Просто возводите в степень и расписываете по бетону. н-1. Почему на самом деле это доказывает древности? Да, потому что возводя единицу плюс p в степень, мы должны просто сюда вместо k написать n-1. Что у него получится? Единица плюс p в степени p в степени n по модулю p в степени n плюс 1. Ну, получается единица по модулю p в степени n. Значит, в степени p в 1-1 этот элемент действительно дает единицу по модулю p в степени n. То есть я могу здесь вот стереть и вместо этого написать здесь по модулю p в степени n. Все. Значит, вот в такой степени мы уже получили единицу. Хорошо. А давайте посмотрим, если в такой степени единица. А вы помните, если в какой-то степени получили единицу, то порядок это обязательно делитель. А делителями вот этой степени являются только степени числа p. Так вот, давайте проверим. Если мы возведем не в степень n-1, а в степень n-2. Вот вместо числа k везде поставим n-2, да? n-2 плюс 1 это будет на самом деле n-1. n-2 плюс 2 это будет n. По модулю p в степени n мы получили не единицу. Понятно? Значит, лемма первая доказана. Отлично. Вторая лемма еще легче. То есть и первая, это всего лишь бином гетона, и то, чему равны числосочетания. Что они, кроме двух крайних единиц, все делятся на p. Так вот, вторая лемма. Мы просто берем число а и возводим его в степень p-1. Мы проверяем, что порядок... Во-первых, а в степени p в n-1, возведенная в степень p-1. Но это вообще-то а в степени p-1, то есть единица по теореме. Если вы, помните, выписывали все не имеющие общий делитель из степени незавноженные остатки, удажали все на а, получали перестановку, и выносили и получали. Это просто обобщение малой теоремы фирма на случай непростого показателя. Теперь, почему здесь нельзя поставить число меньшее, чем p-1? Ну, смотрите, пусть есть а в степени p в степени a-1 в какой-то степени d, где d меньше, чем p-1. Что мы сейчас можем с этим сделать? У нас должно выполняться сравнение единица по модулю p в степени n. Должно выполняться сравнение, что это сравнимо с единицей по модулю p в степени n. Но если выполнено такое сравнение, то и просто по модулю p все видно. А значит, вот это число, это же у нас на самом деле a в степени d умножить на p в минус 1. Это число должно делиться на порядок элемента a по модулю p. А что такое порядок элемента a по модулю p? Это p-1. Потому что вы скажете, а правильно, первообразный корень по модулю p. Значит, d умножить на p в минус 1 должно делиться на p-1. Ну, значит, d должно делиться на p-1. Потому что p в минус 1 и p минус 1 сами простые числа. Такого не бывает, потому что d у нас меньше, чем p-1. Отлично. Лемма 2 тоже доказана. Ну, лемма 3 у нас на самом деле один раз уже случалось. Но, когда есть элемент одного порядка, порядка p-1, и элемент другого порядка, порядка p-1, то, перемножая, мы получаем элемент, порядок которого в районе произведения. Давайте я, конечно, на всякий случай напомню то доказательство. Но это очень просто. Вот число 1 плюс p обозначим какой-нибудь, я не знаю, альфа. И его порядок, p в минус 1 степени, обозначим x. Значит, альфа в степени x равно 1. Альфа и так далее, альфа в степени x минус 1 не равен. x это порядок альфа. То же самое. Вот этот вот элемент обозначим β. Его порядок обозначаем, да? И вот эти вот элементы β и β в степени y минус 1, они все тоже не единицы. Так вот, если x и y взаимно просты, то в таком случае альфа β это элемент порядка x умножить на y. Это и дает нам теорему о существовании в первообразном корне для любой степени простого числа. Вот это, собственно, формулировка третьей элементы. Давайте работать. Во-первых, очевидно, что когда вы возводите альфа β в степени x и y, то это можно сделать так. Это можно альфа в степени x возвести в y и β в степени y возвести в степени x. Но альфа в степени x это единица и β в степени y это тоже единица. Значит, у нас получается единица. То есть, порядок для альфа β x и y является показателем, для которого получается единица. Значит, если у нас альфа β будет меньшего порядка, то этот самый меньший порядок является делителем числа x и y. Отлично. Отлично. Берем какой-нибудь делитель. Пусть x умножить на y делится на какое-то число d. Можно, в случае чего, домножить d на какие-то простые числа, сделать так, чтобы x умножить на y делить на d. Это было простое число. Но это просто свойство делителей. Когда у вас есть любой делитель, то частное это как-то состоит из простых числа. Вы можете домножить на лишнее, на некоторое, и так же осталось, чтобы только простое число. Замечательно. Давайте сейчас запишем аккуратно. Ну, это простое число будет делителем либо x, либо y. Давайте, например, сделаем так. Пусть x умножить на y, это будет d умножить на p, при этом умножить на q, где q это простое число, и при этом, например, y делится на q. Замечательно. Так вот, давайте теперь возводим произведение альфа-бета в степень xy разделить на эту самую степень d. Смотрим, что это у нас будет такое. Это будет альфа в степени x в степени y в кутах умножить на β в степени xy делить на q. Так вот, альфа в степени x это единица. y делить на q целое число, поэтому вот это просто единица. Осталось разобраться с β в степени xy разделить на q. Но вспоминаем, y это был порядок элемента. Поэтому для того, чтобы у нас это равнялось единице, необходимые достаточные условия такое, что xy делить на q делится на y. Но, другими словами, x разделить на q должно быть целое число. Это ни в коем случае не так, потому что xy были взаимно простые, а q это был множитель из числа y. Таким образом, мы сумели доказать циклическое. Если p нечетное, простое число, то циклическое. Таким образом. Что это привлечь? Потому что из зала, неравном степеникальники может Us.